Сейчас мы находимся в деревне Волошево. Это 15 километров от Слуцка. Здесь в деревне буквально одна дорога и три десятка домов. Именно здесь Барбара и Эдуарду три года назад купили себе дом, а по итогу даже нашли то самое настоящее кубинское гостеприимство. О, здравствуйте. Чуть-чуть, подожди. Эдуарду. Здравствуйте. Расскажите, что вы сейчас делаете, застали вас врасплох буквально. Надо работать, много мусора, потому что смотри, стройка. Надо, надо. Это наша дома. Пожалуйста, приходи. На первый взгляд по этой знаменитой на Кубе паре и не скажешь, что плюс 13 на термометре это комфортно. Резиновые сапоги – часть ежедневного гардероба, а огороды и вовсе одно из любимейших занятий. Еще привыкая к нашим широтам, Эдуарда и Барбара снимали в Минске квартиру, а после поняли, что и петь громче, и жить интереснее смогут в 130 километрах от шумного города. Мы улетаем на Кубу в феврале, в этом году. И когда еду на Кубу, мы берем фасоль кубинский черный. И Барбара говорит, о, Эдуарда, давай, давай, посадить. Посадить фасоль. Фасоль черный. Как красиво. И вы ее как сувенир везете? Да, да. А дальше Эдуарда с гордостью знакомит нас с овощными плантациями. На Кубе ни разу не занимались овощеводством. А здесь соседи вдохновили. Выращивают и капусту, и огурцы. Из Кубы привезли семена кабачков. Там они более сладкие и желтые внутри. Коронное место – картошки. Каждый год все люди посадят картошку. Это ритуально. На Кубу нет. Мы сделали первый раз здесь. Картошка на Беларуси как рис кубинский. Перед тем, как показать нам мастер-класс по изготовлению драников, а это они сделают идеально, Эдуарда создает внутри дома кубинские тропики. Это моя котель. Смотри. Открывай здесь. И вот так. Я, когда, и Барбара тоже, когда еду на Кубу и видел на семья, два-три дней, и говорю, о, Куба много шарка, надо Беларусь. Мы не знаем, где Беларусь. Мы все время раньше знаем СССР, знаю Россию, но Беларусь нет. Желание жить здесь появилось еще в 2012-м во время выступления на закрытии Славянского базара. Их гастроли растянулись на 9 месяцев. Приглашали спеть и на государственных праздниках, и на свадьбах. Так, часто выступая в радиусе райцентров, поняли, именно здесь, за городом, есть главная схожесть Беларуси и Кубы. Людей? Людей на деревне. Деревня, как на Кубу, поэтому мы живете здесь. Соседи, привет, как дела, Эдуардо, какая проблема, надо помогу, подарок, банка, помидор, банка, гагурс, как на Кубу. Хорошие, вежливые, добрые люди. Ни в чум не отказываются, что спросить, они все, чем есть, тем могут угостить. И мы тоже не зираемся, вошаем их, все как. Живем по-соседскому хорошо. А теперь обещанный мастер-класс по изготовлению драников. Готовят только из своей бульбы. Наша картошка. После пробы выносим вердикт. Барбара и Эдуардо точно стали белорусами. Драники вышли отменные. Так их научили готовить друзья семьи. Анна и Алена живут в Слуцке, а Эдуардо их называет своими сестрами. Полюби меня такой! Полюби меня такой! Полюби меня такой! Да полюби меня такой! Какая я! Настолько влились в нашу белорусскую жизнь, как вы уже, я думаю, знаете, что у них огород, картошка, они там деревья садят. Они все, они уже белорусы. Какая Куба! Работу по дому разбавляют мамбой и румбой. Несколько раз в неделю выступают не только в Минске. Барбару и Эдуардо приглашают в Гродно, Могилёв, Брест. Гастролируют без продюсера. Они востребованы на любых праздниках. А каждую субботу зажигают латино в одном из баров столицы. Ох, мы сейчас будем работать. Потому что мы каждый суббота работаем. Хорошая атмосфера. Приезжайте. Горь! Семёте! Горь! Руки вверх! Горь! Горь! И рука вверх! Горь! Спасибо! У меня сердце для вас, белоруссия. Это старая страна для Барбары и Эдуардо. Белоруссия. Белоруссия один! Под белорусские мотивы с кубинским акцентом зажигали в главном эфире Лидия Заблотская, Андрей Гродобоев и Илья Максимов. Лидия Заблотская, Андрей Гродобоев и Илья Максимов. Лидия Заблотская, Андрей Гродобаев и Илья Максимов. Продолжение следует...